Ну что мы видим сейчас? Национальные проекты, как у нас финансируются? Крайне плохо, результаты есть? Нет. Экономика растет? Нет. Доходы граждан падают. Где вы видели развитие? Покажите, готов поехать вместе с вами, чтобы вы мне показали. Ну, мы знаем золоченые лестницы в Роснано. Покажите мне российские автомобили, на которых ездят в Японии, в Германии. Покажите наш российский телефон сотовый. Вы падаете 330 миллиардов рублей в год. Это в два раза меньше, чем вы в прошлом месяце льгот раздали олигархам и нефтяникам, и сырьевикам. В два раза меньше. Ребят, ну я вообще не понимаю, что тут происходит вообще. Мы предлагаем снизить НДС с 20 до 15 процентов. Напоминаю, что еще недавно НДС у нас был 18 процентов. По предложению правительства в этом зале было принято решение о повышении НДС с 18 до 20 процентов. И обосновывалось это тем, что денег в бюджете не хватает. Дескать, нужны деньги на финансирование национальных проектов. И поэтому мы поднимаем налоги. По этой же логике действовали, когда повышали пенсионный возраст. Денег, дескать, не хватает в стране. На пенсионеров слишком много тратим. Поэтому давайте-ка мы тут сэкономим. По этой же логике заморозили накопительную пенсию. Тоже туда же в бюджет направили. Ну к чему это привело? Да, и говорили, что вот мы за счет этого национальные проекты профинансируем, экономика будет расти. Ну что мы видим сейчас? Национальные проекты, как у нас финансируются, крайне плохо. Результаты есть, нет. Экономика растет, нет. Доходы граждан падают. И собственно говоря, спрос на рабочую силу тоже снижается. Потому что, посмотрите, еще и пандемия здесь добавила ситуации. И получается, что у нас миллионы безработных. У государства дополнительных доходов нет. И самое интересное. Поднимая НДС, собирались пополнить бюджет. Но при этом провели налоговый маневр. По которому обнулили экспортные пошлины на нефть. То есть фактически отказались от налогообложения, экспорта углеводородов. При этом переложив основную налоговую нагрузку на внутреннее потребление, повысив НДПИ. То есть к чему все это в комплексе привело повышение НДС и налоговый маневр? К тому, что экспорт углеводородов стал более прибыльным. Переработка внутри страны сырья стала невыгодной. И олигархи выстроились в очередь к правительству с просьбой поддержите нас. Пошли отрицательные акцизы. Специальные налоговые режимы НДД, где не взымаются НДПИ. Но я уже говорил, обнуляются экспортные пошлины на нефть. И таким образом, планируя собрать дополнительные деньги в бюджет, сальдо получилось отрицательное. Только что получилось? С граждан деньги собрали. Я имею ввиду повышение пенсионного возраста, заморозка накопительной пенсии. Я еще не сказал про отказ от индексации пенсии работающим пенсионерам. Увеличение периода дожития каждый год на 6 месяцев. Это тоже по 2,3% каждый год уменьшает пенсию граждан. То есть со всей страны по нитке собирали. А олигархам, пожалуйста. Прежде всего сырьевикам. На 40 институтов развития, которые сегодня преобразованы, потрачено 5 триллионов рублей. Где вы видели развитие? Покажите, готов поехать вместе с вами, чтобы вы мне показали. Но мы знаем золоченые лестницы в Роснано. Знаем переведенные миллиарды с Колково, Массачутерский университет на консультационные услуги. И 47 миллиардов выведенных с Роснано в офшорные зоны фирмы-однодневки. Ну, вы чувствуете разницу? Если посмотрите, АСВ, наша любимая инструмент Центробанка по так называемому оздоровлению банковской системы. Я вам несколько цифр приведу. Если вы посмотрите, то у нас Бинбанк и Банк Открытия оздоравливались за 800 миллиардов рублей. Но, вот здесь мой коллега сидит, шахтер профессиональный. Понимаете, он подтвердит, что ни одна шахта, которая обанкротил Бинбанк, не получила ни одной копейки. Понимаете? Но деньги-то на санацию выделены. Если посмотрите дальше, у нас Мособлбанк, 129 миллиардов оздоровлений обошлось. Банк Москвы, 294 миллиарда рублей. А вообще-то я скажу вам так, что на так называемое оздоровление банков, а фактически покрытие украденных учредителями денег, мы потратили около 5 триллионов рублей тоже. Понимаете? Ну, как вам? 10 триллионов потратили никуда. Данный законопроект принять их будет очень вредно для страны, для бюджета, для экономики. Пользы от них нет. Поэтому фракция «Единая Россия» не поддерживает данный законопроект. Спасибо. Уважаемые коллеги, каждый раз, когда вносится та или иная законодательная инициатива от оппозиции, находятся специалисты, которые объясняют, что она абсолютно неверна, что ни в коем случае нельзя ее принимать, потому что это не приведет к улучшению экономической ситуации в стране, не приведет к росту промышленного производства. Ну, тогда, если у нас только очень много умных специалистов, они находятся в правительстве, естественно, дают отрицательное заключение, ну, тогда покажите мне российские автомобили, на которых ездят в Японии, в Германии, покажите наш российский телефон сотовый или наши российские станки, которые заполонили практически промышленные предприятия всего мира, так как мы конкурентоспособны. Если, допустим, Российская Федерация в глазах определенных специалистов воспринимается как отсталая страна, сырьевой придаток мировой экономики, тогда мнение этих людей понятно. Тогда, значит, НДС не то, что не нужно понижать, его еще и будет увеличивать. Если все представители правительства Российской Федерации, как ЛДПР, желают, чтобы Россия была динамично развивающейся страной, с растущей экономикой, с растущим ростом производства, то, конечно, необходимо снижать налоги и давать дешевые кредиты, и давать дешевую энергию. Но представьте себе, что произойдет, если вдруг в Российской Федерации будут созданы условия для роста промышленности, мы же свои морепродукты и древесины начнем внутри страны перерабатывать, мы же, соответственно, начнем строить станки и самолеты, это значит, мы вытесним из рынка мирового аэрбаз, значит, мы, соответственно, будем требовать больше энергии внутри страны, значит, нам нужна будет более дешевая. А сегодня Российской Федерации оставили место, вы нам продавайте свое дешевое зерно, свой лес кругляк, свое сырье туда за границу, а мы там будем заниматься производством. Коллега уже привела пример страны, в которых нет НДС, США в том числе и Япония, но почему-то мы находимся ниже этих стран по росту производства, по темпам экономического роста и по уровню благосостояния граждан. Поэтому, когда в стране постоянно растут налоги, постоянно растут цены на энергоресурсы, постоянно растут процентные ставки по кредитам, и у человека, который занимается бизнесом, постоянно могут арестовывать его счета за то, что он вовремя не заплатил налоги, ну не будет никакой бизнес в стране развиваться, и не будет никакого роста промышленного производства. Возможно, именно в этом и есть задача, но ЛДПР против такой позиции, поэтому мы выступаем за то, чтобы эти законодательные инициативы были приняты в Государственной Думе, чтобы постепенно мы снижали налоговую нагрузку с нашего бизнеса, а в перспективе, еще раз повторюсь, что позиция ЛДПР направлена на то, чтобы НДС вовсе отменить. А сейчас же выборный год начался, я не помню ни одной избирательной кампании, которым бы не обещали снизить налоги на бизнес и на граждан. И я думаю, что сейчас, вот с января месяца опять начнется то же самое. Поэтому, коллеги, никаких сверх выпадающих доходов мы расчеты тоже представили. И я вам привел аргументы, сколько мы денег отдали банкам, деньги которых украли собственники, почему вы их не ищете и не возвращаете? Почему вы в Сколково и в Роснана вложили денег больше, чем выпадающие доходы на 5 лет? И опять же, не спрашиваете, а раз, уводите от ответственности Чубайса на основную должность, чтобы закончил передачу имущества России иностранцам, вероятно. Алюминий передали, редкоземельные материалы передали, я думаю, что ситуация будет продолжаться. Теперь по каждому налогу, по НДСу, за счет того, что мы будем меньше возвращать нефтяникам и сырьевикам, которые продают наше национальное достояние за копейки за рубеж, мы вернем 600 миллиардов. Дальше. Налог на прибыль мы получим больше на 800 миллиардов. НДФЛ на 400 миллиардов. Внебюджетные фонды 880 миллиардов. Итого 2,68 триллиона рублей. Вот. Поэтому, коллеги, когда я слышу отсюда, что, дескать, выпадающие доходы 2 триллиона рублей, приведите расчеты. Где они? У меня расчеты есть, вот они все здесь. По ним никто слова не сказал. Все тут начинают говорить, это косвенный налог, он не влияет. Да, косвенный налог. Или мне говорят, с этой трибуны я слышу, что это Дина Россия, дескать, мы выбрали самый безболезненный вариант, потому что, скажем так, облагать труд налогами неправильно. Подождите, а НДС это не обложение труда? Если вы хотите облагать не труд, а потребление, так нужно облагать налогами доходы, которые выводятся из бизнеса. Это налог на дивиденды. Нужно вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Очевидно, очевидно. Коллеги, я кому, я что, школьникам начальных классов это объясняю? Это государственная дума или что? Это комитет по бюджету и налогам пишет. И правительство тоже. Ребят, ну я вообще не понимаю, что тут происходит вообще. Ну это же стыд и позор. Коллеги, надо принимать закон, принимать. А если вы его не принимаете, вы аргументированно спорьте. Давайте аргументы, расчеты. Представитель комитета говорит, вас не было на комитете, поэтому вы не знакомы с расчетами. Я вам зачем на комитете, чтобы вам зачитать эту табличку? А вы читать не умеете сами. Коллеги, я же задал вопрос. Ну хорошо, вы не прочитали, у вас свои расчеты есть? Дайте свои расчеты. Где они? Ни одного расчета, ни одной цифры. Нельзя принимать. Одна только мантра. Выпадение доходов из бюджета, коллеги. Но я же посчитал, что выпадения доходов из бюджета нет. Наоборот, бюджет получит дополнительные доходы за счет того, что у нас будет рост экономики. При снижении НДС с 20 до 15 процентов мы получим темпы роста минимум 5 процентов в год. Если вы это оспариваете, пожалуйста, приведите свои аргументы, свои расчеты. Где они? Не управитесь они, у вас их нет. И потом хочу сказать, даже выпадение в первый год всех налогов, за счет того, что НДС мы не дособираем триллион, но к возврату у нас 670 миллиардов по другим налогам, выпадение 330 миллиардов рублей в год. Это в два раза меньше, чем вы в прошлом месяце льгот раздали олигархам и нефтяникам, и сырьевикам. В два раза меньше. Понимаете, нет? Спасибо большое. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.